Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. И сегодня мы поговорим об инвестиционной привлекательности нашего региона, о Среднерусском экономическом форуме. Обсудим и другие актуальные темы. У нас в гостях председатель Комитета по экономике и развитию Курской области Юлия Типикина. Юлия Александровна, добрый вечер! Здравствуйте! А вам я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, так что можете задавать вопросы нашей гости по телефону 70 35 15. Также вы можете свои вопросы оставлять на сайте 7info.ru, мы их обязательно включим в наш эфир. Юлия Александровна, предлагаю начать с актуальной темы. Уже буквально на следующей неделе, с 11 числа, Курская область принимает гостей Среднерусского экономического форума. Около тысячи участников, если я не ошибаюсь. Тема этого года – государственное регулирование экономики регионов. Вот чего ждете от этого форума и какова практическая его значимость? Все-таки это же не просто поговорили, разошлись и все осталось на том же уровне. Расскажите, да, о практической значимости. Хорошо, расскажу и давайте тогда тоже по частям. Ну, сначала о количестве зарегистрировавшихся. Начнем с того, что действует сайт Среднерусского экономического форума. То есть в любом поисковике можно набрать по-русски Среднерусский экономический форум 2015. И подтягивается этот наш сайт, который разработан нашими партнерами агентства МКМ. Так вот, на сегодня на вечер зарегистрировано 1288 участников, из которых порядка 200 – это приезжие, иностранцы и наши иногородние гости. Теперь, если говорить о смысле и о глобальном лозунге названия форума «Государственное регулирование экономики регионов». Когда наш форум задумывался, еще 4 года назад, ну, была такая идея, была мечта, наверное, перераспределить немного внимание с наших столиц, что ли, так скажем. То есть форум в Санкт-Петербурге, серьезный экономический форум, форум в Сочи, форум в Красноярске. А, ну, как бы, наверное, сложной скромностью, или как сказать, все равно считается. И понятно, что основа России – это все равно ее центр, это Средина, вот, Среднерусский. Вот это вот наша равнина, которая дает и большую долю валового внутреннего продукта, и, наверное, умные головы работоспособных людей, сотрудников. Так вот, есть проблемы, которые объединяют все вот эти центральные и среднерусские регионы. И хотелось организовать такую площадку, где регионы ЦФО могли бы встречаться, обсуждать важные вопросы. Ну, какой вопрос важный на сегодня, да, очень сложная для нашей области особенно геополитическая обстановка. Понятно, все эти санкции, которые объявлены нашей стране, ну, и есть еще серьезные структурные системные изменения внутри, которые тоже мы все наблюдаем. Так вот, четыре года назад на первом форуме, который проходил у нас в Драмтеатре, у нас было интерактивное голосование всех участников форума. И как раз вопрос звучал очень похоже вообще, должно ли государство регулировать экономические, политические, национальные вопросы, движения в стране. И участники форума более 50% проголосовали за то, что должно. То есть без этого никак. Все понятно, что рыночная экономика, законы рынка, они двигают очень многие направления жизни. Но все равно в нашей такой серьезной стране, как наша, тем более отличающийся, скажем, Красноярск, Сочи, Санкт-Петербург, я не знаю, там Урал, совершенно разные направленности. Я не говорю о природу, а о производствах, об экономиках вот этих наших большого количества регионов. Конечно, нужно как-то это все регулировать. Причем регулирование – это такой достаточно серьезный экономический термин. Он содержит в себе много понятий. Я тоже хотелось бы немножечко остановиться на этом. Вернусь к форуму. Программа форума в этом году очень интересная. У нас, как бы мы отмечаем с радостью и удовлетворением, что наш форум приобретает вес очень серьезный среди федеральных министерств и ведомств. То есть полномочный представитель президента в ЦФО Александр Митриевич Беглов всегда поддерживал наш форум. Также Сергей Николаевич Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, также всегда поддерживал форум. У нас тоже из давних наших партнеров Наталья Игоревна Ларионова – это руководитель департамента малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития. И она как раз, она явно видит наш форум той самой диалоговой площадкой, где вот и в этом году, как в предыдущей, будут обсуждаться серьезные проблемы, которые существуют в малом и среднем бизнесе. В этом году на своем круглом столе они будут обсуждать итоги Госсовета, который проводил президент Владимир Владимирович Путин на эту тему. Это один из круглых столов. Еще круглый стол посвящен продовольственной безопасности России, где наша область, мы считаем, достаточно серьезный вклад вносит. В продовольственную безопасность мы выращиваем очень большое количество зерна и сахарные свеклы. Я считаю, что мы в лидерах, и это на самом деле в масштабах страны. Так вот, и нам есть чем поделиться, но и мы прекрасно при этом понимаем, что сейчас подошло время развития растениеводства, которое также у нас в области было. Просто нужно к нему вернуться. Вот тоже садоводство, растениеводство – это очень важные на сегодняшний день вопросы. Тоже есть поддержка из Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В этом году Министерство образования проводит свой семинар, причем он начнется за день даже раньше, он начнется 10 июня. И здесь будут участвовать руководители органов исполнительной власти, как раз отвечающие за образование. Он будет посвящен вопросам как раз возврата и актуальности подготовки специалистов рабочих специальностей. Тоже конкретная, очень нужная, очень важная сегодня работа. У нас, вот наш комитет совместно с Агентством стратегических инициатив, у нас Виталий Еремеев, представитель Агентства стратегических инициатив ПЦФО, также уже не первый раз принимает участие в форуме и будет проводить круглый стол, посвященный итогам внедрения стандарта инвестиционной деятельности в регионах. Он нам расскажет про то, как осуществлялся национальный рейтинг инвестиционного состояния в регионах. Как всегда, у нас замечательно представлен молодежный круглый стол. Алла Альбертовна Чертова работает с вузами нашего города, с Советом молодых ученых. Это всегда у нас очень интересная панель. Ну и, не знаю, мы приглашаем всех поучаствовать. Еще не закрыта регистрация, хотя мы не ожидали. Мы понимали, что уже интерес к форуму просыпается все больше и больше у людей, но что за 1200 участников перевалит. Ну вот только недавно, буквально информация была тысяча уже. Да, 1288 вот на сейчас. И некие организационные проблемы уже, так мы немножечко предвидим. Но у нас уже опыт есть, мы будем все стараться их решать. Тем более работаем совместно со всеми нашими отраслевыми органами власти. Я думаю, все решим. Нам главное, чтобы нашим гостям было комфортно, чтобы был интересный диалог. Ой, простите, еще забыла. У нас, как тоже, как уже не в первый раз, будет деловое состояние инвестиционных проектов. Отобраны из более чем 20, 12 проектов из Курской, Калужской, Костромской, Липецкой области, Москвы и Китайской народной республики. То есть мы интересны уже и в масштабах мира. Как это вот, так интересно на сегодняшний день это все. Мы интересны нашим зрителям. У нас есть вопрос на сайт Илья Каратеев. Прочитала, что на Среднерусский форум приезжает известный журналист Александр Гордон. В какой он роли там выступит? Расскажу. Александр Горевич Гордон у нас будет модератором пленарного заседания. Получилось так, что вот меняются у нас модераторы. Но это, наверное, правильно, интересно. Насколько наши коллеги, вот агентство АКМ из Москвы, все-таки посоветовали, что он мало того, что грамотно эрудированный человек, он очень всегда вникает и проникается темой того мероприятия, которое он ведет. Вот они нас заверили, что будет интересно. Вот мы тоже ждем. Насколько будет интересно, да. Видите, даже уже еще форум не начался. Люди об этом знают. А информация это есть на сайте, да, это все есть. Это все в открытом доступе, пожалуйста, все можно прочитать. Если вот уже продолжить тему государственного регулирования, да, вот как конкретно на нашем регионе это отражается? Вот у нас 25 госпрограмм действуют. Ну, давайте расскажу. Государственные программы – это одна только составляющая из всего этого серьезного, как бы, кейса, наверное, стратегических документов. У нас в области существует и утверждена стратегия социально-экономического развития Курского области до 2020 года. Соответственно, программа социально-экономического развития на 2011-2015 годы. В конце прошлого года в рамках как раз внедрения стандарта мы разрабатывали и утверждена губернатором Александром Николаевичем Михайловым инвестиционная стратегия до 2025 года. Существуют и действуют вот эти 25 государственных программ Курской области. И в этом году, в апреле, у нас вышел закон о стратегическом планировании в Курской области, которые, как бы, мы обязаны были принять после того, как в стране вышел закон 172 ФЗ о стратегическом планировании. Так вот, если брать в купе все эти документы, конечно же, они направлены на системную работу, скажем так, для достижения серьезных стратегических показателей. Мы прекрасно понимаем, что стратегия социально-экономического развития на сегодняшний день требует актуализации, потому что очень быстро в последнее время меняется жизнь, очень быстро меняются требования, очень быстро происходят изменения в экономике, в политике, в производственных процессах. Так вот, если остановиться на 25 государственных программах, действительно, у нас системная работа проводилась начиная с 2013 года, и расходы областного бюджета, они практически все выстроены на основании вот этих государственных программ. И для сравнения в цифрах, если в 2013 году расходы бюджета, которые базировались на мероприятиях и системных государственных программ, составляли порядка 54%, то уже в 2014 году это более 96%. То есть все расходы, производимые из областного бюджета, они систематизированы, они расписаны по мероприятиям, по ключевым событиям. То есть это не только финансирование, но и те показатели эффективности, те мероприятия, которые должны быть осуществлены для достижения, не знаю, по всем абсолютно направлениям, в здравоохранении, в образовании, в управлении государственными финансами, в промышленности. То есть этим охвачена абсолютно вся деятельность, абсолютно вся деятельность Курской области. И если это говорить о суммах, то порядка 73 миллиардов финансирования наших государственных программ. То есть это серьезная, во-первых, это очень серьезная работа всех отраслевых комитетов. Однозначно для того, чтобы получать субсидии из федерального бюджета, наши государственные программы Курской области должны быть созвучны с государственными программами Российской Федерации. Иначе просто, то есть вот в этом и срабатывает системность работы, ровно в этом. И вот я считаю, что 2013-2014 год показал, что работа, во всяком случае, такая масштабная, важная, проделана. И она не останавливается, потому что все равно какие-то мероприятия уже выполнены, какие-то добавляются. То есть это все живой организм, да, это все живая работа. Вы уже упомянули национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах. Расскажите, что это такое, с 2015 года он проводится. Рейтинг, да. Я вот об этом вопросе тоже хотелось бы на нем остановиться. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В 2013 году 21 субъект участвовал в пилотном рейтинге. И это все было организовано агентством стратегических инициатив. Но мне просто хотелось бы показать, есть такая брошюра, которую, куда правильно, агентство стратегических инициатив выпустило нам на помощь всем остальным субъектам для того, чтобы мы могли ознакомиться с теми лучшими практиками, которые были в этих пилотных проектах. И действительно, уже, наверное, осени прошлого года этот рейтинг распространен на все субъекты. В чем глобальный смысл вот этого рейтинга? Ну, если совершенно просто, то давайте так. В масштабах страны очень серьезно поставлен акцент и вопрос о том, что надо сократить количество и длительность всех разрешительных процедур. О чем мы можем в этом случае говорить? То есть, что это за процедуры? То есть, начиная с того, что человек, пока еще не предприниматель, захотел открыть свое ИП, свою частную фирму. Нужно ему всячески помогать? Не то, чтобы даже помогать, нужно делать все и не мешать. Давайте вот как бы разберем это все поподробнее. То есть, все процедуры, которые необходимы для открытия в налоговой или, я не знаю, может быть, что-то нужно через нотариуса. То есть, процедуры должны быть понятны, прозрачны, чтобы человек на сайте того же налогового ведомства мог открыть, прочитать и понимать, что вот, допустим, 2-3 дня у меня вот на эту процедуру, там, 3-4 дня там на получение печати, чего-либо еще. То есть, начиная вот от открытия и регистрации собственной фирмы, затем, вот допустим, человек захотел построить, там, не знаю, мини-магазин, а, конечно, нам бы, как органам власти, гораздо лучше какое-то маленькое производство. Так вот, оформление земельного участка тоже, чтобы было понятно, где, в какие сроки, сколько процедур, какое количество дней. И затем, ну вот опять берем, ну, допустим, там, какой-то цех хочет человек открыть, значит, нужно технологическое присоединение, да, кому-то к газу, кому-то к электрике, кому-то к водоснабжению, к канализации. К коммуникации. То есть, все, да, инфраструктура, это тоже технические условия нужно получать у энергоснабжающих организаций. Точно так же, в каждой из энергоснабжающих организаций, какое количество процедур, длительность их прохождения. То есть, человек для того, мы все, да, говорим о том, что должен быть составлен бизнес-план. Бизнес-план – это экономически-финансовая модель. А вот сам процесс, сами организационные вот эти вещи. И вот рейтинг высвечивает лучшие практики ровно тех регионов, у которых это количество процедур меньше и длительность их короче. То есть, о чем говорит вот агентство стратегических инициатив, о том, что давайте посмотрим сейчас пока на ситуацию в стране, что у кого в регионе и как происходит. Вот с этого года этот рейтинг для всех субъектов обязателен, он будет проводиться каждый год, каким образом работали в нашей области. Еще осенью, ну, во-первых, начнем с того, что важность этой проблемы поднимал Андрей Ремович Белоусов, это помощник Владимира Владимировича Путина, президента. И все, как бы, ну, как скажем, рабочие группы субъектов обучались, были устроены курсы. И осенью мы все ездили в Российскую Академию Народного Хозяйства и Госслужбы. И два дня была такая очень уплотненная учеба. То есть, нам рассказывали уже, ну, опять на примере Калужской области, Воронежской, Белгородской, Ульяновской. То есть, тех областей, которые достаточно продвинуты в плане привлечения инвесторов и развития своих производств, особенно новых. Нас обучали. У нас был тоже открытый диалог на эту тему. И нам была доведена форма дорожной карты. Дорожной карты о именно внедрении этого рейтинга. Опять же, она коснулась буквально всех. Она коснулась всех наших направлений деятельности и строителей, и вот кто занимается землей. И я вам хочу сказать, что проработали у нас уже в субъекте, мы проработали эту дорожную карту. Она у нас уже почти на выходе. И вот как раз с Виталием Еремеевым, представителем ОСИ в ЦФО, на нашем форуме, мы хотим тоже устроить такой живой диалог. Что может быть у нас не совсем так, что нужно нам поправить, а где-то, может быть, и мы можем попасть в лучшие практики. Потому что у нас тоже есть о чем рассказать, конечно. Есть сильные стороны тоже. Вот все-таки инвесторов каким образом еще можно привлекать? Может быть, их приглашать уже на готовенькое? Сейчас слышу, постоянно говорят о промышленных, индустриальных парках. Насколько это реально на территории нашей области? Чтобы инвестор пришел, у него тут все, инфраструктура. Вот, пожалуйста, начинайте, вкладывайте деньги, и мы будем только рады. Вот как этого добиться? Насколько это реально? Ну, вы знаете что? Все реально. Главное определить цели, поставить задачи. Это все реально. И на Совете по привлечению инвестиций, который проводится у нас шесть раз в году под руководством губернатора Александра Николаевича Михайлова, этот вопрос тоже поднимался. У нас определены три района, Курский, Солнцевский и Панеровский, где мы будем развивать и будем создавать промышленные парки. Но в качестве пилотного выбран Курский район и Щетинский сельсовет. Вы знаете, что мы столкнулись с тем, приезжают инвесторы в Курскую область, и иностранные, и из других регионов нашей страны. Столкнулись с тем, что это же комплекс вопросов. Для того, чтобы открывать новое производство, помимо того, что да, всем нужна инфраструктура готовая. Это однозначно. То есть инвестор готов платить за тех присоединения, но инвестор не готов строить инфраструктуру. Готов на новое место. Это очень утяжеляет проект. Очень утяжеляет проект. Удорожает. Поэтому да, удорожает. И вот все субъекты практически пошли по пути предоставления налоговых льгот. Это есть и у нас в регионе. У нас действует закон об инвестиционной деятельности 37 ЗКО еще с 2004 года, который актуализируется по мере надобности. Но мы тоже понимаем, что только налоговых преференций недостаточно. Действительно должна быть готова инфраструктура, должна быть площадка готовая для инвестора. И в настоящее время что делается? Земельный участок уже переведен в землепромышленности. Этот земельный участок оформлен в собственность Курской области. И наша специализированная организация, агентство по привлечению инвестиций, занимается тем, что готовит концепцию этого промышленного парка. То есть мы прекрасно понимаем, и во многих документах администрации зафиксировано то, что нам нужна пищевая перерабатывающая промышленность, просто перерабатывающая обрабатывающая промышленность, нужно развивать. Тем более у нас есть база по производству. У нас есть, что перерабатывать. Да, есть, что перерабатывать, однозначно. И агентство сейчас серьезно этим вопросом занимается. Нам все равно нужно документально, и понятие промышленного парка у нас прописано в законе об инвестиционной деятельности, а теперь это нужно все сначала оформить документально, но я надеюсь, что к концу года у нас уже будут и подвижки в этом вопросе тоже. Сейчас вот в двух словах буквально. Это к концу года будут подвижки, а когда будут уже технопарки сами индустриальные? Ну, давайте так, во-первых, поделим технопарк и индустриальный парк, потому что я тоже слышу, что люди путаются. Индустриальный промышленный парк – это действительно тот парк, где размещаются производства, а технопарк – это то, что касается уже техники высоких технологий. Но мы надеемся, агентство также, его непосредственная обязанность – привлекать инвесторов. И инвесторы приезжают, Александр Александрович проводит переговоры Пуршуков. Мы надеемся, что к концу года мы определимся и с якорным инвестором. Все, будем следить за новостями. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Я напоминаю вам, это был прямой эфир, программа «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова